Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Рычково Курганской области еще несколько лет назад находился в удручающем состоянии. Даже когда после многолетних гонений православные храмы начали открываться вновь, эта церковь еще долго оставалась сиротой. Как идет восстановление в нашем следующем сюжете. В годы гонений мощная церковь не поддалась полному разрушению, хотя сил на это богоборцы потратили много. А потом забросили, видимо, в надежде, что время и климатические условия завершат начатое. Со временем земля вокруг храма перешла в частную собственность. У нас находится слева свинарник, справа коровник. Частное владение, собственность. Конечно, мы в конце концов, я думаю, с Божьей помощью потихонечку здесь сделаем обитель для паломников, школу воскресную. Однако то, что полуразрушенная церковь долгие годы стояла в таком окружении, сыграло свою роль. Люди местных деревень отвыкли. И они в основном, как они говорят, мы уже в этом храме не бываем, потому что он постоянно закрыт, потому что он был разрушен. Они ходят в другие храмы. Допустим, в Курган ездят по районам Курганской области, по другим храмам. Рычковский храм Рождества Пресвятой Богородицы начал оживать благодаря поддержке областных властей и благотворителей. Так у церкви появились купол, кровля, окна и двери. А вдохнуть в эти стены новую жизнь, привлечь сюда сельчан, несколько месяцев назад был призван новый настоятель, протеерей Владимир Дедов. Чистая Госпожа, Владычица и Богородица, Высшаяся из всех ангелов, ангелы и вся тварь и честнейшая помощница из сей, обидимых, ненадежда денью, убогих заступницах, печально потешениях, палочек, обмительницы, многих одеяниях, больных исцелениях, лишних спасений. Сразу после своего назначения сюда, отец Владимир начал восстанавливать приход, привлекать жителей Рычкова и соседних сел к церковной жизни. Настоятель, к примеру, пригласил принять святое крещение без пожертвований всех, кто в силу материальных трудностей не смог этого сделать раньше. Около двух месяцев храм был полный крестными мамами, папами и детишками. В этом храме покрестилось более 50 младенцев со всех окрестных деревень. В церковь потянулись и местные сторожилы, чьи семьи сберегли от поругания древние иконы. Спустя десятилетия святые образы вернулись в храм. Как икона Пресвятой Богородицы – нечаянная радость. Большевики в свое время сделали из нее мишень, и следы от пуль решили оставить как свидетельство того страшного времени. А за престольную икону с ликами Божьей Матери и святителя Николая Чудотворца тоже пожертвовала храму благочестивая семья. У каждой из храмовых икон, по словам отца Владимира, своя история, которая заслушивает отдельного внимания. Об этом настоятель рассказывает паломникам, которые тоже стали с радостью приезжать в обновляющийся храм. Приход только на стадии развития. Но те, кто сюда приходят молиться, уходить уже отсюда не хотят. Кроме настоятельства, у священника есть и другие послушания. Он окормляет пациентов одного из курганских стационаров, участвует в работе регионального отделения Императорского православного палестинского общества. Но, пожалуй, главным для него остается восстановление этого храма и прихода. Это, я думаю, для нашего будущего поколения. Когда наши молодежи, наши детишки видят эту Божию Богородицу, эти службы, то в дальнейшем они также будут учить своих детей тому, чему учили их в детстве родители. Учили быть с Богом, жить по заповедям и любить ближних.